Посмотрев это видео, как нужно быстро научиться рисовать, вы поймете, что до сих пор все, что вы смотрели, будь то в интернете, на ютубе, это было не то, что вам нужно. После просмотра этого видео вы осознаете это. Наверняка вы еще видели то, как люди обучают рисованию. Всякие схемы, допустим, портрет, ось, потом вот эти кружки всякие, глаза, можно сказать, практически как по линейке, вам учат, что нужно вот так рисовать. На каждый предмет вам объясняют определенную схему, то есть нужно начать так, так, кружки и все. То есть вы заполняете голову не той информацией полезной, которая вам поможет, по сути, научиться рисовать. Представьте, сколько на земле вот этих примеров разных деревьев, домов, и на все схемы, полистайте ютуб, посмотрите, как нарисовать дом, как нарисовать кружок, как нарисовать лицо, как нарисовать фигуру человека. И на все это показывают конкретные чертежи, нарисовать ось, кружки, дом нужно нарисовать сначала, допустим, крышу, потом стены, потом окна. То есть это все, друзья, это не то, что вам нужно. Вы не научитесь этим рисовать. Поэтому, посмотрев это видео, вы поймете, что, почему, то есть, вам не попалось это видео раньше. Входим, действительно, к этой информации, которую я хочу вам предоставить. И с помощью этой информации вы, действительно, вы поймете, то есть, просветление, произойдет просветление, действительно, в том, что, как можно действительно рисовать. Еще хочу вам сделать акцент. Перед тем, как действительно делать выходные, еще зайдите на мой канал и посмотрите все мои видео, где я рисую, на главной странице канала. Ни в одном видео вы не увидите вот этой схемы, которую часто показывают блогеры в своих видео, что нужно сначала нарисовать схему, потом все это, потом тени. В моих видео вы не найдете ни одного видео, где я рисую схему. А вот именно вот эта информация, которую я вам сейчас расскажу, эта информация лично моя, которую я сам осознал. И сейчас я просто убежден в этом на сто процентов, на сто процентов, что именно это единственный путь быстро научиться рисовать. Только этот путь. Больше никак. Потому что я сам лично, я еще расскажу лично мою историю, я научился рисовать сразу, можно сказать, как я взял в руки карандаш. Я сразу, и мой уровень, вот, мне было тогда семь лет. После этого, как я начал изначально рисовать и сейчас, ну, качество моих рисунков, ну, практически не изменилось. Почему? Потому что я как-то сам, ну, зрительно, да, вот я рисовал, допустим, портрет или там машину, или просто машину, да, то есть я рисовал без всяких чертежей, там, не знаю, вот этих чертежей, которые вы уже, знаете, видели неоднократно на ютубе. То есть я начинал сразу с пятен, да, и этим самым я передавал форму, сразу форму. То есть я, допустим, рисовал машину, да, вот я смотрю машину, и я ее рисовал на листе без всяких чертежей. То есть я сразу смотрю, прищурю глаза, все это начинает проявляться, то есть где темные пятна, где светлые. И даже могу вам сказать, не имеет значения, с чего вы начинаете, с темных пятен или со светлых. То есть все это придет к одной цели. То есть я, допустим, посмотрел машина, да, машина стоит машина, тени, где тени, где это, и это все передает и форму, форму предмета, да, машины или квадраты, или шара. То есть это все передает вот это, с того, с чего вы начинаете, да, там, передавать вот эти тени, да, темные пятна, светлые пятна. Все это переходит в форму. Плюс, кроме того, когда вы начинаете вот это все штриховать, да, конус, конструкцию, да, конструкцию предмета. То есть это просто вы тратите время. В конце концов, когда рисунок, допустим, будет готов, это только усугубит, то есть вот эти все лишние штрихи, вот эти все лишние, там, не знаю, измерения. Это испортит, может, где-то вы поднажмете, да, вот это будете чертить, останется линией лишней, вот лишней, это абсолютно ни к чему. Если вы хотите убедиться в этом, посмотрите все видео, где я начинаю рисовать. Ни в одном видео я не делаю вот эти чертежи, методы, там, не знаю, которые вам объясняли на ютубе, что нужно так рисовать квадратики, кружочки, там, формулы. Это все, это все просто, ну, просто, если есть свободное время, просто вы смотрите, да, вот, просто ни о чем вопроса. Лично я продолжаю свою историю, научился рисовать в детстве, и этим дальше, 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 потом я пошел в школу искусств, Ну, и там преподаватели начали мне объяснять то, что нужно, вот, натюрморт ставить, да, чертежи вот эти, там, кружки ставили, да, натюрморт, то есть, там, шар, куб, то есть, начинали мне вот это все объяснять, чертежи нужно так, так, я даже не хочу углубляться в это, потому что это, я не хотел это понимать, потому что я, мне было 10 лет, моему преподавателю было 50 лет, и я просто не понимал, зачем, что он мне объясняет это. То есть, я, после того, как он мне объяснял, я даже не хотел это понимать, потому что, ну, у меня уже на то время, сколько у меня было лет, я узнал этот сразу, то есть, я понял, что я сам, то есть, научился, это лично мой, лично мое открытие, да, то есть, они, это я не создал какой-то метод, да, а просто я открыл, то есть, я понял путь, ключ, да, от доверия к успеху в изобразительном искусстве. И я не хотел даже понимать, что мне говорят, потому что я начинал рисовать по-своему, лично по моему методу, то есть, я сразу смотрел на предметы, да, что темное, вот, допустим, натюрмор, да, и не имеет значения, с чего вы даже начинаете. Просто по итогу, когда вы рисуете рисунок, да, вы можете сделать акцент, допустим, главное, если стоит натюрмор, там, шар, это вы просто прорисовываете, шар, это более четко, да, просто прорисовываете, а уже второй план, ну, уже немножко смягчаете, ну, это, то есть, уже второстепенное, да, то есть, просто делать на этом внимании, внимание, да, акцент на то, что в рисунке главное. Допустим, вы рисуете портрет, вы четко прорисовываете, допустим, лицо, а второй план, допустим, что есть на втором плане, если оно мешает, да, главному, допустим, портрет женщины, да, человеку, да, кого вы рисуете, то его можно второй план прорисовывать более мягко, там, ну, что-то убрать, что-то это, то есть на этом. А так даже не то, что главное, с чего вы начинаете рисовать. Естественно, да, когда вы рисуете там портрет, то вы сначала рисуете главную персону, да, прорисовываете а уже то что второе это уже второй план то есть его можно прорисовывать более мягко поэтому сейчас хочу повториться посмотрите все мои видео и как я начинаю рисовать и это все этим всем вы то есть это будет вам помощь понять что я хочу донести до вас какую информацию я хочу донести то есть посмотрев вот эти мои видео где именно я рисую вы поймете что что я хотел вам сказать как нужно рисовать плюс если у вас будут дополнительные вопросы напишите в комментариях если это вопросы близ вопросы допустим можно на них коротко ответить я отвечу комментарии если у вас есть какие-то вопросы на которые нужно ответить более развернуто подробно я могу снять отдельное видео объяснить вам ответить на эти вопросы соответственно по видео и вот эта информация которую я объяснил это дополнение как предыдущему моему видео который идет за этим можете зайти на канал посмотреть это дополнение и вы поймете что именно это ключ единственный ключ следующее видео будут дополнение к этому кому что чтобы подтвердить подтвердить что вот этот способ отставания это ключ другого просто не существует я могу с любым поспорить потому что я сам прошел через это я не просто человек который пришел откуда-то то есть это долгий путь с детства а то есть сейчас я могу именно сделать вывод вывода что именно вот это единственный путь и заключение хочу вам сказать друзья то что если вы будете идти именно поэтому по этой дороге поэтому пути то это единственный путь достижению отличных результатов в изобразительном я просто понял это еще в ранних годах и осознал это уже сейчас что других ключей успеху в изобразительном искусстве ключ от этой двери это именно вот это про я вам рассказал единственный ключ который сможет сможет вам открыть эту дверь никто об этом не говорил я сам это осознал сам это то есть сейчас я могу вам уже донести эту информацию поэтому друзья желаю вам удачи и то есть использовать вот этот метод то есть все это заключение хочу вам дополнить проявляется в том что вы должны анализировать предмет анализировать густопортрет или что-то другое допустим вот дерево да дерево много видео которые объясняется просто чертежи начинают какие-то там чертежи это это все это все лишняя информация которая забивает мозг и вы перестаете обращать внимание на главное то есть на сам предмет на сам предмет допустим вот лицо да лицо если использовать методы которые о котором говорят многие художники это то есть нужно рисовать разные конусы это все то есть отнимает у вас время плюс время тогда когда вы начинаете рисовать это все лишнее тело движения которые по итогу они вам не нужны то есть опять же хочу вам объяснить дать верную информацию если вы зайдете на канал и посмотрите как я начинаю рисовать вы поймете какую информацию хочу донести до вас и сразу все поймете то есть на видео есть на главной странице я рисую машины потом есть на вкладке видео там есть и портреты человека то есть любой предмет я рисую одним методом который я вам сейчас рассказал поэтому это честно и то есть от меня о котором мне расскажут на дорогих курсах нигде вам не расскажут даже я сам это нигде не слышал пересмотрел здесь youtube нигде об этом не говорится а говорится только о том что как мы нарисовать кубик как нарисовать кружок как нарисовать дом и везде свои какие-то правила все все говорят о своих правилах каких-то рисуется так шар рисуется так то есть хотя любым из этих предметов то есть подход один и тот же который я вам уже рассказал один и тот же подход к любым то есть все что есть на космосе и на планете земля в любом марсе не знаю солнце везде то есть на всей вселенной применять вот этот метод все я рассказал то что больше нигде этого не слышал поэтому друзья воспользуйтесь этим способом и вы осознаете что это единственный путь к достижению успеха в возобразительном искусстве удачи